Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовлю фаршированный перец. Перец, фаршированный мясом и рисом, это всегда вкусное и сытное блюдо. Рецепт очень вкусный и в то же время простой. Фаршировать перец я буду в духовке. Получается очень-очень вкусно. Сначала подготовим перцы. У меня 4 штуки. Перцы нарезаю вдоль напополам и оставляю вот эту часть. Чтобы вот эта плавдоножка осталась, таким образом фарш у нас не выльется. Вот так. То же самое проделываем со всеми перцами. Кстати, пока я занимаюсь перцами, как можно определить, какого рода перец, мужского или женского. Вот если 4 сектора, значит это женского рода. Если 3 сектора, значит мужского. Перцы женского рода более сладкие, в них больше семян. Их рекомендуют больше для употребления в свежем виде. Перцы мужского рода рекомендуют больше для термообработки. Напишите мне в ваших комментариях, знали ли вы об этом. Дальнемся к приготовлению фарша. Для фарша я буду использовать куриную грудку. Мясо, конечно же, можно использовать любое. Можно использовать уже готовый фарш. Мясо я не буду перекручивать на мясорубке. Я его просто мелко-мелко порублю. Нарезаем как можно мельче. Тут у меня будет именно рубленное мясо, потому что куриный фарш, когда его перекручиваешь, он получается немного суховатый. А так получится у нас очень сочно. Далее нарезаем лук. У меня зеленый лук, репчатый лук и лук-шалот. Измельчаем любым удобным для вас способом. Либо ножом, либо в блендере. В фарш сразу добавляю нарезанный лук. Солю. Перчу. Добавляю сушеного чесночка. Все хорошо перемешиваю. И пока мы будем заниматься подготовкой других ингредиентов, наш фарш уже будет мариноваться. Я всегда советую вам так готовить, чтобы мясо промариновалось хотя бы минут 15-20. Так всегда получается намного вкуснее. И одну часть лука я отправлю на сковороду, чтобы его обжарить. Для обжарки я также натру одну морковь. И половинку небольшого кабачка. Присутствие овощей фаши, это всегда очень вкусно. Кабачок очищаю и натираю на крупной терке. Сначала начинаем обжаривать лук и морковку. К обжаренному луку и морковке добавляю кабачок. Овощи немного подсолю. Вареные овощи перекладываю в фарш. Добавляю 80 грамм отваренного риса. Риса можно добавить больше и поменьше овощей. Или сделать наоборот, как я, побольше овощей и поменьше риса. В любом случае делайте, как вы любите. Друзья, далее добавляю пюре томатов. У меня вот такие в банке. Это уже готовое пюре томатов с базиликом. Очень вкусные. Такая баночка всегда выручает. Также вкусные с макаронами. Очень удобно. Можно, конечно же, использовать свежие помидоры. Либо добавить томатный соус. Я добавляю примерно 2-3 столовые ложечки. Сюда же добавляем нарезанный чеснок. Значит, я добавила и сушеный чеснок, и нарезанный чеснок. Специи добавляем по вкусу. Я добавлю еще паприки. Вот у меня здесь смесь всяких специй. Я их очень люблю. Они такие, похожи немножко, как специи для корейской моркови. 30 грамм натертого твердого сыра. Как вариант, можно заменить твердый сыр моцареллой. И 2 столовые ложки сметаны. Сметану можно заменить на майонез или на сливки. И все хорошо вымешиваем. Фарш у нас получился отменный. Очень вкусные запахи витают на кухне. Просто не передать. Кстати, овощи можно добавить другие. Также можно добавить грибы, баклажаны. Все, что у вас есть под рукой. Те овощи, которые у вас растут, например, на огороде. Так, затем подбираем подходящую формочку, чтобы все перчики у нас вот так вот вместились, лежа. Можно укладывать их довольно плотнее. Теперь самый любимый мой момент. Начинаем фаршировать наши перцы. Выкладываем начинку. Начинки не жалеем, накладываем побольше. Кстати, такие перчики прекрасно запекаются без бульона. Овощи выделяют сок. И получается все очень сочно. Поэтому не переживайте. Также такие перчики можно подготовить заранее. Убрать в холодильник. И перед тем, как придут, например, гости или перед ужином, поставить в духовку. Друзья, посмотрите, какая красота получилась. Все перцы я нафаршировала. У меня ровно на 8 штук. У меня еще осталось немного фарша. Этого количества фарша достаточно будет штук на 12. Перцы плотно закрываем фольгой. И ставим запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут 1 час. Смотрите по своей духовке. Минут через 45 можно открыть и проверить. Запекаем до готовности перцев и начинки. Посмотрите, какая красота получилась. Запекались мои перцы в течение 1 часа. Наши перцы готовы. Посмотрите, вот видите, сколько жидкости еще выделилось. Бульон. Поэтому не переживайте, все получится сочно, не сухо. Сервируем наше блюдо и подаем к столу. Всем желаю приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч с новыми рецептами. Субтитры сделал DimaTorzok